Абдухан Абдрахманович может на тему истории обсуждать. Он может, я видел, и как он спорит и с Робертом Искандаревичем Нигматуллиным на тему океанологии и другие. Также и с физиками может поспорить, и кое-кого на лопатки поставить, положить. Просто энциклопедически подготовленный человек. И очень приятно, что Абдухан Абдрахманович, ваш огромный труд, увидел свет в этой скромной книге. Я говорю скромной, это прекрасная книга. Я это оцениваю как бывший еще и директор этого издательства. Вот от книга издательства я свои лучшие годы, считаю, работал директором этого издательства до Союза писателей. Там, кого попало или случайно не издает, это и Андрей Бакевич хорошо знает, и другие, кто там издавался. Это действительно фундаментальная книга, и она одинаковой степени для интеллигенции, для ученых и для простых считателей очень интересна. Потому что люди сейчас интересуются всем, и эрудированными людьми, и образованными людьми, общаться через его труды, это одно удовольствие в сегодняшнее время. Потому что так много пишущих тоже откуда-то берут, что-то пишут, или за деньги за них кто-то пишет. Таких очень много, но мы-то знаем, что вы все это через свое сердце и через свой ум десятки раз уже провели. И это настоящий ваш труд, и поздравляю всех нас, что мы сидим рядом с этим скромным, но уникальным человеком-ученым. Спасибо. Как раз здесь вы говорите, Амир Ханевики был классиком по тарской литературе, по заикам. Действительно, я обменял, я с ним дружил. Кстати, книга посвящена, я прочту, посвящается памяти лауреата Новосибирской премии по физике Абдуз Салама, героя моих трех документальных книг. Выдающийся деятель науки и культуры Татарстана, с которыми тесно общался на протяжении почти 20 лет, 50 лет. Академика Абрара Каримулина, писателя Амир Хана Яники, профессора Миркасима Усманова, а также моих родителей. Мы здесь недавно с вами провели, посвященное Миркасиму Усманову в этом зале как раз провели. А что касается, Ренат упоминал о Амир Хане Яники, действительно, я его пригласил, будучи временным поверенным в делах СССР Королевства Непал, пригласил в качестве гостя, официального гостя. Он принял это и собрался. И у него не было паспорта, загранпаспорт, он оформил. Ренат оказывал как раз содействие при оформлении, и другие тоже оказывали. Собрался, вдруг ГКЧП, он испугался. В такой момент, говорит, я, а я там составил ему программу, десятилетнюю программу, его должны были встретиться, встретить его в соборной мечети города Катманду. А там около двух миллионов мусульман проживает в Катманду. Нет, в Непале, в Катманду несколько сот тысяч. И он должен был встретиться с премьер-министром, договорился. То есть, ну вот он немного, так сказать, написал, вы знаете, говорит, я вот собрался. Но хорошо, говорит, хоть паспорт взял, загранпаспорт, может быть, когда-нибудь куда-нибудь съезжу. Он съездил в Турцию. Но эти моменты есть. Здесь, я что хотел еще сказать. Здесь все мои знакомые, можно сказать, сидят. Спасибо, что они приехали. Но есть человек, который первый раз в этом здании. И он один из виновников появления этой книги. Это Андрей Геннадьевич Ваганов. Он заместитель, заместитель главного редактора независимой газеты. Он создатель и бессменный ответственный редактор приложения НГНаука. Вот сотрудничество с ним в течение восьми лет, восьми лет, меня очень облагораживает. Мы с ним сотрудничаем. И здесь почти одна треть этой статьи, опубликованной НГНаука. Андрей Геннадьевич чрезвычайно интеллигентный человек по сравнению с нами. Мы эмоциональный народ, татары. Всегда с ним приятно общаться. Мы с ним обмениваемся. Как только выходит НГНаука, мы обмениваемся. Я очень благодарен за то, что Андрей Геннадьевич постоянно публикует. Вот я раздал как раз список своих статей, которые были опубликованы. Я бы хотел, чтобы Андрей Геннадьевич тоже несколько слов сказал, какой я никудышный, так сказать, писатель, с которым вы сотрудничаете, какой иногда настыренный. Ну, в какой-то степени я проталкиваю и статьи своих сотрудников, профессоров. А у нас же в Институте океанологии, вы знаете, пять академиков и несколько сот, 150, по-моему, докторов наук по-разному. Доктор биологических, доктор геологоминерологических, доктор химических наук. И несколько сот кандидатов наук. Как только они выпускают книги, 400-500 страниц, я к ним прихожу. Давайте три страница сущность. К сожалению, к великому сожалению, они этого не делают. И мне Роберт как-то сказал, мой директор, да им не удается. Видимо, говорят, гуманитарии лучше пишут о науке, чем научные работники. Вот мы занимаемся этим. Вот Андрей Геннадьевич, может, несколько критических слов скажет в моей адресе, связи с тем, что он участник этой книги. Спасибо большое. Во-первых, спасибо за приглашение, Илду Снуревич. Я просто вот, я вообще люблю библиотеки. Сам собираю немножко книги, что называется, «Библиофил». И, конечно, вот эта обстановка у меня очень, так сказать, комфортная для меня. Спасибо большое, Илду Снуревич. Вот, и что бы я хотел сказать, ну, вы призываете критиковать прежде всего, да? Вот, ну, критика такая, относительная, конечно. И вы правильно сказали, что татары, народ очень эмоциональный. Это часто в ваших текстах, которые вы присылаете мне в редакцию, видно, что вот человек загорелся, сел и тут же вот написал, написал, прислал. Приходится немножко вас утихомиривать, редактировать. Но это, я считаю, это нормальная ситуация. Это всегда лучше, чем какой-нибудь формальный текст, как отчет о проделанной работе. Ну, для газеты, по крайней мере, это никак не годится. Вот. Собственно, все, на этом я критику закончил. Теперь начинаю воспоминания. Вот вы правильно сказали, 8 лет мы с вами знакомы. Я тут припомнил, как я первый раз с вами познакомился. Понадобился какой-то комментарий по... По религии. Нет, не по религии. По-моему, это было связано с что-то с добычей газа с эльфа. И еще по телефону, не в личной встрече. И мы в газете переврали ваше имя и отчество, тем более. Ну, другой бы человек просто, так сказать, спылил. А я, как сейчас помню, вас с такой иронией. Но при этом очень четко по буквам продиктовали, как надо правильно писать ваше имя. Но это действительно эффект телефонной связи, что ли, сработал. И с тех пор, вот да, 8 лет мы так сотрудничаем, что я вот тут взглянул на этот список. Когда не видишь все это вместе, кажется, ну, что такое. А тут, он еще, по-моему, Юлдус Нуревич не все включил статьи. Тут около 100 статей о публикованных в независимой газете только. Это потрясающе. Я вот тут смотрю по названиям «Наследники восточной латыни», «Чемпионат мира по индийской дипломатии», «Свет в конце вселенной». Ну, просто вот действительно, это такая энциклопедичность поражает. Мало того, Юлдус Нуревич, я ему очень благодарен еще за одну вещь. Он меня каким-то боком, что называется, погрузил немножко, так сказать, в татарскую культуру. В каком-то из разговоров он сказал, что... Вот мы зашел в что-то разговор о Казани во время войны и так далее. А в Казань во время войны была эвакуирована Академия наук, основная ее часть. Физические институты, как раз в Казани, немножко там филиал Президиума Академии наук был. Это был вот 1942-1943 год. И в 1943 году, оказывается, вся страна, как тогда писали в газетах, весь СССР, с большим воодушевлением праздновал 300-летие Исаака Ньютона. И татарское издательство, так полигра... Нет, оно так и называлось, по-моему, татарское издательство. Тат-Издат. Тат-Издат называлось, да. Выпустил две совершенно замечательные книги. Одну это... До сих пор она считается лучшей книгой научной биографии Ньютона в мире. Это Сергей Иванович Вавилов, так книжка и называлась в 1943 году. Вышло первое издание, в 1945-м, второе. Исаак Ньютон. И еще одна маленькая книжечка была издана, такая брошюрка прям буквально. Казахский авиационный институт. Казахский... Да, правильно, совершенно авиационный институт. Я знал про эту книжку, но тираж 350 экземпляров, представляете, во время войны издана. Как любой библиофил, ну, знал и знал, как звезда какая-то горит, но ее не потрогаешь. И вдруг вот... Ну, это какое-то стечение обстоятельств. После того, как Иллдус Нуревич подтолкнул меня заняться этой темой, изучением, вдруг совершенно на книжном развале каком-то нахожу эту книжку в прекрасном состоянии. За 80 рублей, как сейчас помню. Это потрясающе. Просто вот я уже стал думать, ничего себе, Илдус Нуревич. Потом ваша статья, ваша книга. Мы ее, оказывается, протащили тоже татарской науке. Да. И я очень... Да, вы... Мало того, вот в солидном издании научном, татарском, вышла эта моя статья, вот о том, как Казань участвовала в этом 300-летнем юбилее, праздновании 300-летнего юбилея. И я с тех пор увлекся, сейчас у меня уже просто набрался материал на полноценную книгу уже. Просто вот. А именно вот об этом эпизоде. Он какой-то забытый. Но когда только представишь, что вот Сталинградская битва идет, вот зима 43-го года, и в это время... Субтитры создавал DimaTorzok